Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Старейший хоккеист мира Марк Сертич умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщается в твиттер ассоциации хоккея США. Спортсмен скончался в городе Дулут, штат Миннесота, США. Причины смерти не называются. Игрок попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной хоккеист планеты. Последнее время Сертич восстанавливался после перенесенного инсульта. Уточняется, что спортсмен не принимал обезболивающих препаратов, так как не верил в их эффективность. Сертич проживал в Дулуте, работал тренером молодежных хоккейных команд. Весной этого года спортсмен планировал принять участие в турнире для возрастных игроков. Однако соревнования отменили из-за пандемии коронавируса. Три раза в неделю Марк Сертич выходил на лед в родном Дулуте, чтобы поиграть в хоккей с командой местной пожарной части. Ничего необычного, просто уроженец штата Миннесота попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый из действующих хоккеистов на планете. Марк не планировал сбавлять темп даже в 99 лет. По льду он несется, будто ему вдвое меньше лет. «Боже, мне кажется, что я играю целую вечность», — рассказывает Сертич. «Начал я, кажется, в 1931 году. Теперь прошло уже больше восьми десятков, как я стал хоккеистом. Мне 96 лет, но я просто выхожу на лед по нескольку раз в неделю. Тяжело объяснить мою любовь к хоккею. Ты может кататься за шайбой, бить по ней, пытаешься забрать ее у других игроков. С ней можно сделать столько всего. Надо просто продолжать». Ветеран родился в начале 1920-х и прошел Вторую мировую войну. Вернувшись с нее, он большую часть своих лет прожил в родном Дулуте и вырастил семь детей. Параллельно Сертич выходил на каток и выигрывал трофеи. Сам хоккеист утверждает, что за карьеру он забросил около 10 тысяч шайб. Ему выбивали оба плеча, ломали ребра, даже легкие пробивали. Самого себя Марк Шутя называет «живой реликвией». Но даже серьезный перелом в 94-летнем возрасте не стал помехой. Сертич активно восстанавливался и вскоре вернулся на любимый лед. Для своей команды он стал живым сгустком мотивации, чтобы продолжать играть и поддерживать престарелого партнера. Марк в полном порядке, уверяет один из партнеров. Мы с ним не сюсюкаемся и не подкладываем шайбу, чтобы он забивал. С этим он прекрасно справляется сам. Марк очень любит побеждать, а его бросок с кистей – наше тайное оружие. Никогда не знаешь, куда он запустит шайбу и постоянно обманывает вратарей. Они – моя хоккейная семья, добавляет Марк с улыбкой сквозь шикарные усы. Приезжаю всегда последним, хоть и живу ближе всех. Это лучшие ребята, с которыми я когда-либо играл. Они меня всегда поддержат. Иногда я просто удивляюсь, почему не забиваю больше, ведь они постоянно дают мне шайбу, смеются. Усы – мое секретное оружие. Когда на льду их видят соперники, это вводит их в заблуждение того, что я не смогу забрать у них шайбу. Но затем они быстро ее теряют. Затевали ли со мной драки? Какой там? Они меня боятся. Просыпается Сертич в шести утра, делает зарядку, отжимания, пара упражнений на пресс и растяжку, крутит велотренажер. После завтрака и кофе он готов выходить. Милю докатка Марк преодолевает на машине. Команде собраны в основном бывшие и действующие пожарные. После тренировки партнеры иногда собираются на кухне у самого опытного игрока и обсуждают детали занятия или игры. Иногда я задумываюсь о своем возрасте и говорю себе, тебе не 96, а 69. Продолжает хоккейный ветеран. Просто меняю цифры местами и на душе становится лучше. В моем возрасте очень важно поддерживать связь с молодыми. Мне действительно повезло, что есть возможность просто продолжать играть. Иногда Марк выходит на лед в майке медвежчака. Его внук Энди выступал в Загребе в 2009-2013 годах. Выбранный Питцбургом в пятом раунде, Сертич-младший не доехал до Пенсильвании, однако корни деда направили его в Европу. После трех сезонов за медведей он получил хорватское гражданство и сыграл за сборную на пяти чемпионатах мира в нижних дивизионах. Теперь Энди вернулся в родной штат, поселился неподалеку от деда, порой выходит с ним на лед и тренирует детскую хоккейную команду. 22 июля умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Гусев. Он стал победителем игр в 1976 году. Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются. В пресс-службе московского ЦСКА, за который выступал Гусев, заявили, что о дате и месте прощания будет объявлено отдельно. На клубном уровне хоккеист выступал за ЦСКА, СКА МВО, звезду Чебаркуль, ИСКА. В общей сложности он семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды кубок СССР. Вместе со сборной СССР Гусев выигрывал Олимпиаду в 1976 году, дважды становился чемпионом мира, а также два раза побеждал на чемпионатах Европы. Кроме того, он был участником суперсерии СССР Канада. 21 мая олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов умер на 62 году жизни. Он выиграл золото Игр 1984 года в составе сборной СССР. О смерти бывшего хоккеиста стало известно утром 21 мая. Причина не уточняется. Герасимов – чемпион Олимпийских Игр 1984 года в составе сборной СССР. На турнире он провел семь матчей, забросил две шайбы и отдал три результативных передачи. Кроме того, нападающий – семикратный чемпион страны в составе московского ЦСКА. После окончания игровой карьеры он работал тренером и начальником хоккейной с Дюшор ЦСКА. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ